Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, что такое пассивное, активное и пассивное-активное охлаждение видеокарты. Какие в этом плюсы и минусы, а также как при необходимости вместо пассивного охлаждения задействовать активное. Итак, поехали! Как известно, существуют три вида охлаждения видеокарты. Это пассивное, активное и пассивное-активное. Пассивное охлаждение применялось в самых первых старых видеокартах, где применялся лишь всего один радиатор, без кулеров, который просто отводил тепло. Но постепенно с увеличением мощности видеокарт появилось активное охлаждение. Активное охлаждение связано с непрерывным обдувом радиатора лопастями встроенного кулера видеокарты. Такие вентиляторы также повышают обороты при повышении температуры видеокарты. Ну и в современных поколениях видеокарт используется активно-пассивный режим охлаждения, как в случае с моей видеокартой NVIDIA GTX 1660 Super, которая сейчас у меня в руках. Суть пассивно-активного охлаждения в том, что при низкой нагрузке на видеокарту или низком энергопотреблении вентиляторы ее обдува полностью отключены. И включаются они только при достижении видеокартой определенной температуры. В моем случае автоматическое включение вентиляторов данной видеокарты происходит при средней температуре датчиков от 55 градусов, где температура Hotspot будет от 65 градусов. Плюсы такого режима охлаждения видеокарты в том, что при обычных бытовых легких задачах можно избавиться от шума работающих вентиляторов видеокарты. Но у такого режима есть и свои минусы. При некоторых условиях скачки температуры могут быть волнообразными, то есть когда температура включения и выключения лопастей кулера будет примерно одинаковой. Тем самым вентиляторы с большей периодичностью будут сами включаться и выключаться, выключаться и включаться. При этом может появиться неприятный для некоторых шум в системном блоке ПК. Также лично мое мнение, постоянный нагрев видеокарты в простое от 55 до 65 градусов также не есть хорошо. Это будет хоть немного, но все равно влиять на срок службы термопрокладок в видеокарте, если они есть, а также термопаста охлаждения видеокарты будет более быстрее переходить в твердое состояние. Если кого-то такой активный пассивный режим не устраивает, то для видеокарты можно задействовать только активный режим, после чего видеокарта в простое всегда будет холодной в пределах 35 градусов. При этом лопасти кулеров будут работать на минимальных оборотах в полной тишине. Сделать это очень просто. Для этого воспользуемся довольно популярной утилитой MCI AutoBurner, которая предназначена для различных тонких настроек видеокарты и ее работы в целом. Для начала нужно естественно ее скачать и установить. Для этого переходим по ссылке ниже в описании под этим видео, после чего мы попадаем на официальный сайт MCI AutoBurner. Здесь жмем на кнопку Download AutoBurner, то есть скачать, и дожидаемся скачивания zip-архива данной программы. После того, как zip-архив скачался, открываем его и устанавливаем данное приложение. Далее закрываем браузер и запускаем MCI AutoBurner, кликнув по его ярлыку на рабочем столе. После чего перед нами появляется панель управления MCI, где можно посмотреть модель своей видеокарты, а также ее температуру. В настоящее время, как видно, в простой температура моей видеокарты составляет примерно плюс-минус 50 градусов. Это означает, что видеокарта в пассивно-активном охлаждении, и лопасти ее вентиляторов в данное время отключены. Чтобы включить активное охлаждение, жмем здесь на шестеренку настроек и ставим здесь галочки на запустить вместе с Windows и запускать в минимизированном состоянии. После чего активное охлаждение на минимальных оборотах видеокарты будет задействоваться всегда сразу после включения ПК. Далее нажимаем здесь кулер и ставим галочку на «Включить программный пользовательский авторежим» и ниже проверяем, чтобы стояла галочка на «Использовать режим микропрограммного управления». Далее жмем «Применить» и «Ок». После чего, как видно, температура в простой видеокарте сразу будет плавно опускаться, вплоть до 35 градусов, что означает, что ее охлаждение сейчас в минимально активном состоянии. То есть вентиляторы охлаждения включены и работают на бесшумном обдуве. После того, как данные настройки проделаны, закрывать данную утилиту не нужно. Просто сворачиваем данное окно. Чтобы убедиться, что активный режим охлаждения работает в данный момент, достаточно в нижней части рабочего стола зайти в меню скрытых значков, где будет наличие значка приложения «Автобернер». Если данного значка нет, то значит активное охлаждение видеокарты не запущено в данный момент, и она работает в штатном пассивно-активном режиме. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале, и всем пока!